и сразу тогда спрашиваю ваше согласие на запись этой сессии и публикации ее в соцсетях да я согласна спасибо большое как вы вы какая-то сегодня другая как прошла неделя что хорошего ну я стараюсь расслабляться вообще там выписывать больше отдыхать на йогу сходила два раза очень здорово выключу лишние звуки вот но у меня что пугает что у меня меньше работы становится соответственно мучиться и работы что было достаточно и отдыха а у меня такое пофигистическое отношение получается фокус внимания на отдых и и что и что вас здесь беспокоит что не беспокоит вот один клиент у меня отвалился и я уже думаю ну все все тенденция думаю наверное я сильно как-то расслабилась и опять идет что не надо расслабляться надежда в прошлый раз вы хотели вот порисовать поделать гномиков да 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 я рисую классно вот на гномиков приехала делать их оказалось и перепутала дату и она мне завтра эти гномы вот ну так интересно я приехала в библиотеку и там производят всякие мастер-классы хорошие старинном здании в первый раз и оказалось что перепутала дату и меня взяли под белой рученьки говорят давайте у нас чем-нибудь будете проводить давайте мы сделаем анонс пришли эти описание я так даже опешила у нас рукодельные мастер-классы ну вот очень нужны города я не рукодел но чего вы делаете ну я вот гипнозом занимаюсь давайте нам что-нибудь только не про гипноз что-нибудь там около по психологии потому что прикольно так супер и с чем тогда важно поработать сегодня с чем поработать вот с вот этим вот ощущением что когда я расслабляюсь у меня идет перекос и становится меньше работа что ли вот так если расслабляюсь то становится меньше работы и тогда это про про баланс или как 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 вот как тогда для вас это бы звучало и у меня включается страх что мне денег не будет хотя я в принципе не жалуюсь но вот это вот ощущение что надо себя всегда загонять вот тогда будет все хорошо а если я расслабленная то если вообще позволяю себе расслабление то тогда у меня отваливаются какие-то проекты или клиенты ну и соответственно вот нахожу этому подтверждение у меня один человек там отвалился что перерыв сделать значит думаю вот она так и есть а вот это предложение из библиотеки а ногти как он на на такое как-то веселенькое там но они я не думаю что сильно коммерческое там провести одно для своей аудитории одно для детишек что-то добрые дела к новому году поэтому я подписалась на это добрые дела коммерческое подписалась но все равно такое скорее как развлекуха могу вернуть что услышала вы скажете на чем в какую сторону нам будет важнее сегодня сосредоточиться и посмотреть то есть услышала о том что если вы расслабляетесь то становится меньше работы и если становится меньше работы то появляется страх что не будет денег и вы сказали что надо себя загонять потому что если расслабляетесь опять ну вот этот круг что не что становится меньше клиентов и появляется страх из всего перечисленного как чувствуете на чем важно сфокусироваться сегодня ну на том что у меня эта программа вот это загонять еще я следила года полтора назад была очень удивлена но тем не менее она у меня и год назад ничего не поменялось ну или поменялось но незначительно а можете вот чуть-чуть про нее подробнее рассказать про эту программу чуть-чуть про эту программу но я себе ставлю такой график что у меня прям очень все плотно чтобы не было какого-то места для того чтобы потупить просто там чаю попить и как раз это меня и смущает напрягает могу поделиться своими наблюдениями если если это в ту тему вот мы примерно в этот этот же запрос обсуждали в прошлый раз как вставить как найти время на что-то важное для себя не связанное с работой для того чтобы быть в балансе и сейчас вы говорите об этом же это вот я все это понимаю я все это понимаю я делаю у меня вылезает какая-то еще вот эта программка которая меня пугает и получается он типа конфликта какого-то противоречия я иду туда я получаю не то что я хочу в другом аспекте то есть там расслабление какое-то какое-то ну удовольствие я получаю да но вылезает полученные эффекты а как они от откуда они вылезают ну вот это вот история что меньше получается клиентов меньше денег мне кажется это из-за того что я расслабляюсь а насколько вообще вот по опыту прошлых лет прошлого профессионального опыта насколько вообще была эта эффективна стратегия и когда вы не расслаблялись и работали 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 очень эффективно слышу вижу я зависла но голос есть очень эффективная стратегия поправьте меня если ошибаюсь вот мне кажется что мы когда начинали самую первую сессию и вы сказали что вы очень много работали и без внимания к своим каким-то потребностям на отдых и как результат вот тело просто положило вас в постель и сказала что только сериалы и только лежать ну верно верно но с точки зрения достижения поставленных задач все реализовано и как тогда хотите сейчас чтобы это было реализовано без экстрима да 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 я вот как раз и хочу без экстрима ну может но я думаю может а без экстрима это как вот без чего что такое экстрим без болячек чтобы у меня было время и удовольствие и от своих рабочих процессов и от отдыха надежда как как думаете как чувствуете нам важно сосредоточиться тогда в создании вот и вот этих оптимальных условий то есть понимание сколько нужно клиентов сколько нужно там какая какая должна быть сумма а чтобы для вас это было комфортно и при этом это было без экстрима то есть некие некие такие практические шаги это я знаю либо тогда посмотреть в сторону того откуда взялась эта программа на что ее хочется заменить что то еще вы видите вот из того что я могла пропустить что будет наиболее продвигающее для вас ну мне бы хотелось да заменить программу что наоборот в балансе и гармонии все классно развивается и становится больше радости больше ресурсов больше финансов и здоровья а что тогда будет хорошим идеальным для вас результатом концу нашей сессии если мы заменим эту программу а как вы поймете что мы ее заменили не будут мысли другие наверное что я буду как-то воспринимать что да вот это действительно чувствую как сделать баланс все это понятно и ну вот не знаю наверное как-то почувствую а как как думаете как предполагаете что почувствуете что будет тогда маркером правильности убеждение наверное другие убеждение на что чем больше я расслабляюсь там тем спокойнее больше у меня всех ресурсов что-нибудь вот в этом роде повторю как поняла тогда концу сессии будет хорошим результатом если появятся другие мысли и другие убеждения и вы их почувствуете что что это вот да она а в чем в чем важность замены этой программы ну иначе я опять себя начинаю загонять а мне хочется как раз таки действительно баланса и гармонии спокойствия такого и вы сказали что у вас был опыт когда вы себя загоняли и он был крутой с точки зрения результатов да и как тогда хотите вот насколько важно его повторить или его вот что важно взять из того опыта сегодняшнюю практику сегодняшнюю жизнь чтобы он был как вы сказали без экстрима чтобы потом не тело не болело что взять амбициозные планы умение там подбирать команду делегировать убрать это как раз вот это способность загонять а зачем вообще она вам нужна была вот эта история с загоном зачем она была нужна она автоматическая такая программа что нужно все успеть нужно там иметь определенные ресурсы квартиру и так далее то есть она мотивировала на на достижение на совершение победы да как тогда ее нужно трансформировать чтобы она продолжала вас мотивировать на достижение и победы и на все что важно для вас но при этом не платить такую дорогую цену здоровья ну это все как то вот у меня идет в разрешении под себе там отдыхает например то что это нормально и есть не знаю день и ночь и есть какие-то какие-то ну жизненные разные ситуации вот то есть как она обозвучала но и серия делу время пойти сейчас ну так все равно там это время я сейчас ну что-то вот из этой серии как тогда комфортно если час час это мало на потеху как как тогда или или как тогда бы звучала эта программа ну серия чем больше я веселюсь и расслабляюсь тем у меня больше энергии и харизмы и клиентов или магнетизма а когда это произносите что чувствуете ничего не чувствую а насколько вообще себя чувствуете я не беру пограничные состояния когда уже уже в кровати с температурой эмоции или какие-то физические телесные эмоции и телесный отклик эмоции вот вообще я такой эмпат а свои эмоции если различать вот я иногда смотрю у меня не очень большой спектр эмоций которые я прям отслеживаю а заботу к телу я чувствую там чувствую что мне хочется на массаж пойти или там на спорт насколько это ресурсно для вас насколько вы сама себе это разрешаете делать я делаю да хожу дает это энергию мне кажется это какая-то жизненная необходимость ну вот йога например дает энергию а массаж там больно делается то есть энергии не дает а что дает ну как техобслуживание для машины ну такую заботу тебе ну это скорее рациональное а вот эту ситуацию с этой программой про загоняться хотите решить на рациональном уровне или на эмоциональном телесном уровне ну телесном хочу конечно на рациональном я так понимаю что-то непонятного да отдыхай себе и кайфуй а о чем тогда что не слышите отклик когда проговариваете вот то как хотели бы может у меня за этим ничего не стоит а что должно стоять может какая-нибудь должна быть картинка или там яркая эмоция а где ее надо найти эту картинку яркую эмоцию чтобы она драйвила чтобы она чувствовала картинка яркая эмоция это у нас мы сейчас про что именно про то что отменить и заменить вот эту программу я спросила как хотите вы стали говорить как хотите я спросила что чувствуете вы сказали не чувствую да 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 то есть мы ищем картинку на фразу я расслабляюсь и там мне все колосится чем больше расслабляюсь да тем харизматичнее ресурснее могу работать вот умом я все понимаю картинка 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 ну сразу мне хочется впасть в какое-то детское состояние что мне все сверху приносит и тогда я расслабляюсь прекрасно а есть ли или был ли опыт расслабления из взрослого состояния и можно ли вообще взрослому расслабляться как для вас так вот у меня такое ощущение что взрослым нельзя расслабляться что наоборот нужно всегда быть взрослым этим хочется быть ребенком и вот в это впасть такое дурачество взрослым нельзя расслабляться звучит для меня поправьте если для вас по-другому звучит как еще одно убеждение да похоже а кому нужно можно важно загоняться по ощущениям надежда я зависла да нет ссори так как для вас что кому тогда можно нужно важно загоняться вот кто хочет загоняться вот кто хочет загоняться зачем загоняться что это дает вот эта история ну какая она часть да какая-то часть ну взрослая наверное часть хочет загоняться чтобы быть такой важной деловой востребованной да вот так если она будет по-другому и можно ли по-другому почувствовать свою значимость востребованность без загона ну по идее есть такие примеры когда классные специалисты живут в удовольствие в вашем опыте такие были случаи эпизоды периоды в моей жизни да ну имеется ввиду для меня лично или люди с которыми я сталкивалась нет 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 лично для вас был ли такой опыт нет и на чем тогда нам нужно сфокусироваться чтобы эта картинка вас драйвила и вы захотели попробовать по-другому куда нам нужно тогда сейчас посмотреть я вот смотрю на картинку с цветочками мне очень нравится я помню что она вас мотивирует куда посмотреть сейчас даже и не знаю куда посмотреть вот по моим ощущениям мы пытаемся и с одной стороны и с другой стороны посмотреть на на то куда можно идти и везде натыкаемся на какое-то внутреннее сопротивление как вы это чувствуете вот есть такое да как будто бы вот мы ходим-ходим и какие-то преграды вот как эти преграды для вас ощущаются может быть там метафоры и может быть какое-то ощущение эмоция вот что это за преграды что это за преграды ну типа шлагбаума как метафора такая шлагбаум да а вы в этой метафоре с расшлагбаумом где ну я перешла к шлагбауму ну я перешла к шлагбауму а что там то за шлагбаумом там какая-то дорога в лес например и насколько действительно вот этот шлагбаум сильно перегораживает эту дорогу вот можно ли его сверху перелезть снизу перелезть сбоку но если если на машине то можно да со всех сторон а по ощущениям насколько сильно туда хотите ну я хочу и если пешком то иду а что надо оставить чтобы туда пойти пешком ну машину соответственно оставить а что еще из прошлого нужно оставить чтобы туда пойти ну может быть желание быть вот такой вот востребованной и деловой как интересно расскажите а почему так вот как для вас что вот это желание востребованности того что вы деловая женщина мешает ну тогда получается нужно оставить какие-то амбициозные свои планы и машину тоже оставить и пешком пойти а кем тогда вы становитесь если вы оставляете свои амбициозные планы если вы оставляете машину и идете туда тогда я становлюсь каким-то путником пешим что дает вам этот образ путника насколько он резонирует насколько вам это комфортно и насколько это ну мне в принципе хорошо когда по лесу или если не навсегда оставлять машину то тогда нормально погулять а если в принципе вот все теперь ты так идешь то тогда мне резонирует и правильно ли я слышу что тогда получается что это опять про необходимость отдыха что это не про долгосрочную перспективу не про смену вообще программы а это про необходимость разрешить себе выйти из машины пойти за шлагбаум и отдохнуть ну может быть но мне бы хотелось чтобы мне было про смену программу тоже а образ путника и образ шлагбаума он как-то помогает в контексте программы в контексте смены этой программы есть ли там какой-то ресурс если усилием воли придумывать то там можно себе придумать что-то еще а так то нет вот у меня прям такое ощущение реально что вот здесь что что то есть и оно настолько закрытое и мы вокруг него ходим потому что мы на путника же тоже вышли через то что мешает и вы сказали вот там как как шлагбаумы и оказалось что что это тоже не та история по внутренним ощущениям куда важно посмотреть на чем важно держать фокус внимания чтобы приблизиться к смене программы на уровне ощущения и тела не просто на уровне рационализаторство на уровне ощущения что куда-то вот я иду да а может мне туда не нужно именно в этот шлагбаум может там есть какие-то другие дороги и как как тогда вот эти другие дороги связаны с программой не загоняться это про альтернативные программы про альтернативные варианты или о чем тогда вот эти другие дороги о чем другие дороги да ну да про смену программы про разрешение себе это нового опыта какого-то а что это за другой опыт который нужно себе разрешить перестать держаться за какие-то прогнозы или ожидания о чем это прогнозы и ожидания про то как мне будет жизнь развиваться и профессиональная деятельность и семейная а чьи тогда чьи это прогнозы ожидания кто их создает это мои да они хорошие позитивные но просто вот чтобы мне прийти в эти прогнозы вот мне нужно делать вот эти серьезные действия регулярные не обязательно серьезные но регулярные да и для того чтобы прийти вот в ту реальность в те прогнозы которые вы хотите и которые вам важны вам важно поменять программу не загоняться я думаю да а что будет когда вы вот предположим все поменяли окей и пришли туда куда идете вот что там происходит там легкость такая удовольствие или прям говорить что какие-то действия или что как себя там чувствуете чувствую себя прекрасно есть как вы сейчас это на уровне тела чувствуете или да да чувствую да И какая тогда вы там? Я расслабленная, спокойная такая, уравновешенная. Не загоняетесь там? Нет. И как бы тогда вот из того состояния, когда вы спокойная, уравновешенная, когда вы дошли до своих ожиданий, из того состояния, вот как бы хотелось действовать? На что бы хотелось заменить эту программу? Или как вы там это делаете? Да, я там просто расслабленная, и все. И даже не думаю ни о чем, никаких программ. А как видите себя там, когда вы расслабленная? Как у вас с клиентами, с работой, с проектами, с группами? Я вижу себя там, что все у меня хорошо работает, все классно, все нравится. Что вы там делаете тогда по-другому по сравнению с собой сегодняшней? Что я там делаю по-другому? Ну, слушаю членов своей команды. Делаю то, что они говорят. Ну, рекомендации. Это в контексте именно рабочих процессов, а в контексте… Делаю то, что я просто расслабляюсь. Отдыхаю и в процессе. А как сейчас у вас отношения с членами команды? Сейчас мы только выстраиваем, и у меня вечно на них времени не хватает. А насколько важно тогда найти время на то, чтобы выстроить отношения с командой? Да, важно. Помогает ли вот это взаимоотношение с командой не загоняться? Как чувствуете? Ну, что-то можно отдать или делать на опережение, да. Делать на опережение – это прозагоняться или нет? Как для вас? Мне кажется, это ни туда, ни сюда. А что вот на 100% туда? Да. Ну, наверное, выстроить какие-то для себя важные моменты и на них уделить время. Насколько для себя знаете, о чем идет речь, и какие это важные моменты? То есть насколько это реализуемо? Прямо вот мы закончим сессию, и вы сможете это сделать? Да, да, я себе записала. Ну, то есть сейчас там по остаточному принципу, и в итоге там что-то отваливается. Думаю, ну и ладно. То есть вот это вот работа с людьми, с подрядчиками. То есть люди готовы сделать, например, в прекрасных условиях. Ну, как-то откладываю. Откладываете, чтобы что? Это просто откладываю, чтобы время вы смогли себе, потому что все новое, требует времени разобраться, уточнить вопросы, задать. Не поняла, Надежда. Откладываю, чтобы не делать, чтобы свое время на это не тратить. Насколько это эффективная стратегия? Ну, не очень эффективная. Нет. Надежда, вот слышу, что как бы на уровне логики и понимания прямо все четко понимаете. И при этом все равно что-то тормозит движение к той истории, про которую вы сказали, где вы с командой, где вы все в порядке, с семейной жизнью, с работой, и вы чувствуете себя там. Спокойный. Все равно что-то тормозит, да? Да. Ну, ладно, это мое мнение, мое видение, поэтому вы можете сказать, что вообще ничего не тормозит, все, я пошла, все окей. Ну, я себе уже набросала план, да. Насколько этот план вам отзывается? Не на уровне просто там цифр сухой логики, насколько вы его чувствуете? Некоторые пункты прямо отзываются, те, которые мне уже знакомы, а вот один, который совершенно новый, мне кажется, что это что-то сложное. Важно ли его проговорить или сейчас это как бы не принципиально? Ну, например, маску в Инстаграме сделать, можно его проговорить. Я, в принципе, и без этого жила и прекрасно себя чувствую. Ну, это тоже какой-то, не знаю, бренд. Насколько он помогает в контексте смены программы не загоняться, приблизиться к тому состоянию, когда вы с командой? Он вообще, мне кажется, никак не участвует ни туда, ни сюда. Да. И куда тогда нам важно посмотреть, чтобы прямо вот прочувствовать смену программы, загоняться на то, что вы делаете все легко и количество клиентов прибывает? Посмотреть, мне кажется, на это. Посмотреть в сторону найма людей и все. Чтобы это делегировать и не париться. Висят какие-то дела, которые надо доделать. Насколько вот сейчас эта идея вам резонирует? Да, прям резонирует. Как чувствуете, насколько она для вас реально к воплощению? Я уже несколько дней ее вынашиваю. Реально, я думаю. Как думаете, сколько ей нужно еще повынашиваться, чтобы родиться? Ну, можно хотя бы пообщаться с людьми, понять детали, которые для меня пока непонятны, и уже тогда будет ясно. А насколько вам вообще комфортно делегировать, работать с командой? В целом, да, комфортно. И услышала, что вы сказали, что вот работа с командой как раз помогает не загоняться, а работать в удовольствие. А как тогда, вот когда вы работаете с командой? Все, вот уже нашли людей, доверенных, делегировали. Насколько тогда, вот можно сказать, что тогда вы работаете в спокойном режиме, и чем больше вы отдыхаете, тем больше клиентов, тем вы ресурсы. Я думаю, что это реально, у меня так было уже, в принципе. Угу. Угу. И как тогда, вот сейчас бы звучало в окончательной формулировке новая программа, которую вы хотите? Наверное, чем больше я расслабляюсь, тем я успешнее. Угу. То, что у меня есть люди, которые мне всегда помогают на пути. Угу. Сейчас я себе напишу. Даже чем больше я расслабляюсь, тем я успешнее. Угу. То есть. Угу. Угу. И у меня всегда есть люди, которые меня поддерживают, мне помогают. Да, помогают на пути. Насколько вот эта формулировка отзывается? Прям хорошо, нравится мне. И когда вот эта формулировка заменяет старую, то какие тогда появляются мысли, убеждения? Ну, сомнения такие все равно есть. Поделитесь? Да, сомнения, что как это работает. Ну, надо пробовать, конечно. Интересно. Как будете пробовать? Расслабляться буду. И с людьми пообщаюсь. А что будете делать, если опять будет включаться вот эта история, что загоняться и бежать? Ну, значит, надо людей брать еще, если она включается, загоняться и бежать. А как-то вы прям вздохнули сейчас. Да. Это про что? Мне только с этими бы разобраться, с текущими. Если будет включаться, то там какие-то, наверное, будут свои задачи. А какая мысль, убеждение, идея может помочь вам разобраться со всеми этими мыслями, задачами и так далее? Ну, что дорогу оселит идущий. Что по дороге там я разберусь. У меня прямо сейчас сразу перед глазами встал ваш путник, который пошел за шлагбаумом в лес. Как для вас эта история? Ну, может быть, да. А какие ресурсы у вас есть, чтобы идти по этой дороге? Да все, в принципе, есть. Только вот, ну, какие-то переживания, вот, все, что останавливает. И так все есть. Переживания о чем, о ком? Ну, что какие-то ограничения, что нужно будет что-то оставить, от чего-то отказаться. Вот как в метафоре от машины там. Вот. Ну. В принципе, можно попробовать да посмотреть. Вот если простыми словами сказать, то машина – это про что? То есть от чего, вы думаете, надо отказаться, чтобы жить так, как вы хотите? Как будто это про какой-то комфорт или материальные блага. Поделитесь, а почему? Как это для вас связано? Ну, метафора – это машина. Ну, машина – это удобное и такое материальное средство. А если я становлюсь пешим путником, то тогда я вот иду куда-то в неизвестность. То ли у меня там будет какое-то транспортное средство, то ли нет. То есть если на уровне логики в жизни, то это, если я буду там действовать, то неизвестно, что у меня там появится. Согласна, потому что оно вообще никому ничего не известно, что случится через 15 минут. Не только если туда идти. Но при этом могу поделиться, когда вы описывали то состояние не в контексте путника, а в контексте, когда вы начинаете действовать без загона. Вы сказали, что у вас там все окей, потому что у вас там есть команда, у вас есть клиенты. И вы не сказали там, что вы отказались вообще от всего материального и стали странствующим путником с котомкой. О чем тогда на самом деле вот этот страх? Что если вы не бежите, то нет денег. О чем тогда, да? Это же не знаю, может, неизвестности какой-то. Во что его тогда по ощущениям хочется трансформировать? Вот эту силу. Хочется в спокойствие, гармонию. Как будете это делать? Трансформировать страх в спокойствие и гармонию? Да. Ну, пробовать новое. Новых людей, там новые способы. Мне кажется, когда я попробую новое, то будет меньше переживаний, ну, меньше опасений. Когда вы разрешите себе попробовать новое или когда будет какой-то результат? Или вот в каком-то... Когда будет результат, я себе разрешаю, да. Но просто мне все жалко времени и сил своих, что я потрачу, результата может не быть. А что будет, когда нет результата? Ну, тогда это потраченное время. Опыт. Опыт это равно потраченное время, как для вас? Ну, есть такая, какая-то там, как анекдот. Уж когда мне будет что-то для счастья, а не для опыта. Ну, то есть, если негативный результат, можно его как опыт классифицировать. Мне кажется, что не очень ложится вам эта идея какая-то. Да, потраченное время вообще не ложится. Ну, а вдруг не потрачено? Это такое, как рулетка. А что может помочь находиться в кайфе в этой рулетке? Что может помочь находиться в кайфе? Ну, если такие серьезные ожидания не делать, тогда да, тогда хорошо. И как вам тогда вот эта идея не делать серьезных ожиданий? Ну, можно попробовать. Вот могу поделиться наблюдением? Потому что для меня, поправьте меня абсолютно, если это не ваша история и все не так. Вот эти ожидания создают какую-то реальность виртуальную, в которую нужно обязательно себя загнать. И, соответственно, поскольку это, в принципе, задача, как бы, малореализуемая, то тогда вокруг начинают образовываться шлагбаумы, которые, помимо того, что туда уходит огромное количество энергии, они еще не дают воздуха, они не дают движения, потому что кругом, что там надо бежать, надо загоняться, что надо обязательно то, сё, пятое, десятое, все, что вы перечисляли. Потому что если вот так не загоняться, то, с другой стороны, получается, лес, путник, без денег и страшно. Вот это мое понимание, как у вас. Ну, и мы, получается, вернулись в ту же самую точку, да? Абсолютно, да. А вот для меня это все, вот потраченное время, все. Ой, елки, мы не пришли к результату. Ну, значит, вот опять что-то не то, надо как-то думать лучше, что-то такое. И при этом некоторое время назад в сессии вы сказали, что может быть другое убеждение. Вы его озвучили и сказали, что могут быть другие мысли. И их тоже озвучили. И сейчас, получается, как бы вы берете, раз их не вижу, и возвращаетесь обратно в привычную стратегию поведения. И вот как тогда оно все для вас? И что тогда на самом деле важно? И что тогда на самом деле хочется делать? Да мне хочется вообще ничего не делать. Как я могу вас в этом поддержать? Разрешение. Не делай. Сто процентов, абсолютно, да, конечно. Ну, опять это все туда же. Про то, что как это так вообще не делать. Если я нормально чувствую, энергия есть, но делать не хочется. Ну, может, я буду ледниться все вечно, всю жизнь. А почему вы оцениваете вот то, что вы делаете, как лениться? Потому что вы сами и в начале сессии перечислили то, что вы делали. И сейчас вы сказали, что у вас уже есть план и по работе с командой, и что, в общем, есть шаги, есть понимание. Что из всего этого тогда про лень? Или это тогда больше про то, что просто нет удовольствия от того, чем вы занимаетесь? Или о чем-то еще? Ну, от каких-то моментов есть, а вот от технических, организационных нет. Технические, организационные, как вы сами сказали, они приближают вас к той картинке, которая у вас драйвит и которую вы нарисовали? Что тогда на уровне желаний хотите делать? Хочу расслабляться и отдыхать. Что тогда будет происходить со страхом? Может, забить на страх, посмотреть. Если я говорю и говорю об этом, значит, все-таки это важно. И слышу, что есть опыт и умения, и знания, что можете забить на страх и посмотреть, а что будет, если не бояться? Ну, в принципе, да, в других контекстах. Что тогда хотите разрешить себе? Вот хочу себе разрешить бездействие и отдых. В чем для вас важность этого состояния, разрешить себе бездействие и отдых? Важность? Мне кажется, что как раз-таки будет очень что-то интересное происходить, если я себе разрешу бездействие и отдых. Это прямо так, мотивационно, радостно. А что чувствуете в теле, когда говорите? Чувствую прямо интерес, такое желание. Прямо пойти в это расслабление и в отдых и посмотреть, как будет такая картина мира. А когда вот вы в этом состоянии расслабления и отдыха? Что происходит с программой «Не загоняться?» Что происходит со страхами о том, что не будет клиентов? Когда в ослаблении ничего не происходит. Ну, нормально все. Нормально все – это как? Хорошо. Нет никаких мыслей, все классно. А можете ли в этом составить? Простите, перебила вас. Ничего. Как раз просто, чтобы себе пойти туда, когда уже разрешить. А так, вечно эта аналитика включается, что сделано, что не сделано, что темпы недостаточно высоки. А что значит, она включается сама по себе? Ну, вот, например, там, когда простывший лежал, вот включается сама по себе. А как думаете, если она не будет включаться, как тогда меняется жизнь, настроение, эмоции, работа, клиенты, вот по всем сферам? Нет, это мне не нравится, когда не включается. То есть, ну, я понимаю логически, да, что я могу сама себя включить. Угу. Я когда-нибудь ее включу. Не поняла. Скажите подробнее. Ну, если вот... Короче, если к этому подхожу, подхожу, и уже чувствую, что прям все хочется, ну, когда-нибудь ее включу, значит. Подходите к чему? Что хочется, не поняла? Ну, ничего не делать, отдыхать. Получать положительные эмоции, да. И тогда она включается? Или тогда вы ее включаете? Вот не поняла сейчас вот эту историю. Ну, выделить себе время, да, на отдых, на расслабление. Нет, то есть, получается, я ее включаю, да, и тогда идут эмоции хорошие, положительные, радостные наполнения. Если включаете аналитику? Нет, если я думаю, все, я себе выделяю там выходной или какое-то время. То есть, если не включаете и, наоборот, даете себе время? Угу. 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 И тогда, получается, вот, опять-таки, для меня это все про то, чтобы фокус внимания на себя, на свои желания, на то, что вам действительно сейчас важно. И, опять-таки, для меня, может быть, у вас это не так, но что вот не на уровне рациональной логики и вот этого включения-выключения, а это больше про что-то такое глубокое в себе. Угу. Угу. Да. И вы сказали, что в этой глубине в себе у вас есть абсолютная и уверенность, и спокойствие, и что когда вы там, вы харизматичны, вы на этом расслаблении больше еще работаете, и клиенты тоже есть. То есть, там никак не прозвучало, что жизнь под мостом заканчивается. Да, все верно. Что хотите тогда со всем этим делать? Какую тогда жизнь хотите? Что? Какую тогда жизнь хотите? Вот хочу такое спокойствие. Записала фокус внимания на себе, на то, что для меня важно. Вот. Здорово. По ощущениям. Вот. Ну, то есть, можно и по логике, но и по вашим... По ощущениям все хорошо. Мне прям нравится. В ту ли это сторону? Да. Да. С этим ощущением, что хотите делать? Вот закончим сессию, что хочется делать по-другому, например, или просто сделать? Просто хочется побыть в этом ощущении, прочувствовать. Ничего делать пока не хочется. Можем ли заканчивать, или важно что-то еще проговорить? Да, все, я думаю, можно заканчивать. Можно запись выводить. Спасибо большое, Надежда. Еще хотела спросить, что может помочь интегрировать это состояние в текущую жизнь и не дать себе вернуться на тот круг, про который мы говорили? Вот я рисовать сейчас стала, рисование может. Такой фокус внимания на себе, кажется. А можно ли вот с этим фокусом внимания на себе, например, делать рабочие задачи, о которых вы говорили, вот про команду, про делегирование задач, полномочий? Пока не понимаю. Для меня фокус внимания на себе это что-то, что я делаю одна. Это некое состояние, когда вам надо напомниться, правильно я понимаю? Да, да, да. И потом уже, соответственно, когда вы наполнитесь, вы почувствуете, что вы готовы к практическим задачам, да? Угу. Хорошо. С чем тогда уходите? Вот ухожу с этим фокусом внимания на себе и глубину, про глубину. Спасибо вам большое за сессию и за работу. Вам спасибо. Классные недели. Как хотите, на следующей неделе оставим перерыв в неделю или хотите взять побольше времени, чтобы интегрировать и посмотреть? А как лучше? Вот как вы чувствуете, так и правильно. Тогда две недели можно взять. Сейчас давайте так. Или напишите потом, или сразу на через две недели на среду. Как комфортней. Сразу можно. Готово. Тогда это получается восьмое. 15.00. Да, супер. Благодарю, Анна. Спасибо большое. Классных вам двух недель кайфовать, интегрировать и наслаждаться. Вам тоже хорошее время. Пока. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова